аудиотека всемирной литературы представляет антон павлович чехов зеркалом вы можете поддержать автора канала лайками комментариями подписками на канал в бусте ссылка на канал в описании прямо под видео приятного прослушивания зеркалом под новогодний вечер нелли молодая и хорошенькая дочь помещика генерала день и ночь мечтающая замужестве сидит у себя в комнате и утомленными полузакрытыми глазами глядит в зеркало она облегна напряжена и неподвижны как зеркало несуществующие но видимая перспектива похожий на узкий бесконечный коридор ряд бесчисленных свечей отражение ее лица рук зеркальные рамы все это давно уже заволоклось туманом и слилось в одно беспредельное серое море море колеблется мигает изредка вспыхивает зарево глядя на неподвижные глаза и открытый рот нелли трудно понять спит она или бодрствует но тем не менее она видит сначала видит она только улыбку и мягкая полная прелесть и выражение чьих-то глаз потомшина колеблющимся сером фоне постепенно проясняются контуры головы и лицо брови борода это он сушенный предмет долгих мечтаний и надежд сушенный для нелли составляет все смысл жизни личное счастье карьеру судьбу вне его как и на сером фоне мрак пустота бессмыслица и не мудрено поэтому что видя перед собой красивую кротко улыбающуюся голову она чувствовать наслаждение невыразимо сладкий кошмар который не передашь ни на словах ни на бумаге далее она слышит его голос видит как живет с ним под одной кровли как ее жизнь постепенно сливается с его шестью на сером фоне бегут месяцы годы и нелли отчетливо во всех подробностях видит свое будущее на сером фоне мелькают картины за картиной вот видит нелли как она в холодную зимнюю ночь стучится к уездному врачу степану лукичу за воротами ленивый хриплый лайт старый пёс в докторских окнах потемки кругом тишина ради бога ради бога шепчет нелли но вот наконец крепит калитка и нелли видит перед собой докторскую кухарку доктор дома спец шепчет кухарка в рукав словно боясь разбудить своего барина только что с эпидемии приехали не вели на будить но нелли не слышат кухарки отстранив ее рукой она как сумасшедший бежит в докторскую квартиру пробежав несколько темных и душных комнат свалив на пути два-три стула она наконец находит докторскую спальню степан лукич лежит у себя в постели одеты но без сертука и вытянув губы дышит себе на ладонь около него слабо светит ночник нелли не говоря ни слова садится на стул и начинает плакать плачет она горько вздрагивая всем телом муж болен выговаривает она степан лукич молчит он медленно поднимается подпирает голову кулаком и глядит на гостью сонными неподвижными глазами муж болен продолжать нелли сдерживая рыдание ради бога поедемте скорее как можно скорее мочит доктор дуя на ладонь поедемте и сию минуту иначе иначе страшно выговорить ради бога и бледная измученная нелли глотая слезы и задыхать начинает описывать доктору внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх страдания и и способны тронуть камень но доктор глядит на нее дует себе на ладонь и и с места завтра приеду бормочет он это невозможно пугается нелли я знаю у мужа тиф сейчас сию минуту вы нужны я этого только что приехал бормочет доктор три дня на эпидемию ездил и утомлен и сам болен абсолютно не могу абсолютно я я сам заразился вот и доктор сует глазам нелли максимальный термометр температура к сорока идет абсолютно не могу я я даже сидеть не в состоянии простите лягу доктор ложится но я прошу вас доктор стонет в отчаянии нелли умоляю помогите мне ради бога соберите все ваши силы и поедемте я заплачу вам доктор боже мой я уже сказал вам ах нелли вскакивает и нервно ходит по спальне ей хочется объяснить доктору втолковать думается есть что если бы он знал как дорог для нее муж и как она несчастна то забыл бы и утомление и свою болезнь но где взять красноречие поезжайте к земскому доктору слышит она голос степана лукича это невозможно он живет за 25 верст отсюда а время дорого и лошадей не хватит от нас сюда 40 верст да отсюда к земскому доктору почти столько нет это невозможно поедемте степан лукич я подвига прошу ну совершите вы подвиг жальтесь черт знает что тут жар дурь голове она не понимает я могу отстаньте но вы обязаны ехать и не можете вы не ехать это эгоизм человек для ближнего должен жертву честь а вы вы отказываетесь поехать я в суд на вас подам нелли чувствует что говорит обидную незаслуженную ложь но для спасения мужа она способна забыть и логику и так и сострадание к людям в ответ на ее угрозу доктор жадностью выпивать стакан холодной воды нелли начинает опять умолять взывать к состраданию как самое последнее нищие наконец доктор сдается он медленно поднимается отдувается кряхтит и ищет свой сюртук вот он и сюртук помогает ему нелли позвольте я его на вас надену вот так едемте я вам заплачу всю жизнь буду признательна но что замука надевший сюртук доктор опять сложится нелли поднимает его и тащит переднюю передний долгая мучительная возня с калошами шубой пропала шапка но вот наконец нелли сидит в экипаже после нее доктор теперь остается только проехать 40 верст и у ее мужа будет медицинская помощь над землей висит тьма сги не видно дует холодный зимний ветер под колесами мерзлой кочки кучер то и дело останавливается и раздумывает какой дорогой ехать нелли и доктор всю дорогу молчат их трясет ужасно но они не чувствуют ни холода ни тряски гони гони просит нелли кучера к пяти часам утра замученные лошади въезжают во двор или видят знакомые ворота колодец журавлем длинный ряд конюшен и сараев наконец она дома погодите я сейчас говорит она степану лукичу сажая его в столовой на диван остыньте а я пойду посмотрю что с ним вернувшись через минуту от мужа нелли застает доктора лежащим он лежит на диване и что-то бормочет пожалуйста доктор доктор а спросите удобный бормочет степан лукич что осесть и говорили власов говорил кого что и нелли к великому своему ужасу видит что у доктора такой же бред как и у ее мужа что делать к земскому врачу решает она за сим следует опять потемки резкий холодный ветер мерзлые кочки страдает она и душою и телом и чтобы уплатить за эти страдания у обманщицы природы не хватит никаких средств никаких обманов видит далее она на сером фоне как муж ее каждую весну ищет денег чтобы уплатить проценты в банк где заложено имение и спит он не спит она и оба до боли в мозгу думают как бы избежать визита судебного пристава видит она детей тут вечный страх перед простудой скарлатины дифтеритом единицами разлукой из пяти шести карапузов наверное умрет один серый фон не свободен от смертей оно и понятно муж и жена не могут умереть в одно время один из двух во что бы то ни стало должен пережить похороны другого и нелли видит как умирает ее муж это страшное несчастье представляется ей во всех своих подробностях она видит гроб свечи дичка и даже следы которые оставил в передний гробовщик к чему это для чего спрашивает она тупо глядя в лицо мертвого мужа и вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым ненужным предисловием к этой смерти что-то падает из рук нелли и стучит о пол она встрагивает скакивать и широко раскрывать глаза одно зеркало видит она лежит у ее ног другое стоит по-прежнему на столе она смотрится в зеркало и видит бледное заплаканное лицо серого вона уже нет я так кажется уснула думает она легко вздыхая антон павлович чехов зеркало читал джихангир абдулаев 14 мая 2022 год